Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Евгений. После долгого перерыва мы возвращаемся к изучению SolidWorks. И в последующих видео мы будем с вами говорить о оформлении чертежей в SolidWorks. В SolidWorks также можно классно оформлять чертежи, как и, допустим, в программе Compass, либо Inventor, либо еще какой-нибудь. Сегодня мы поговорим о такой операции, как BreakView. По-русски она звучит, как вид с разрывом. Вот мы видим, как она будет выглядеть. И мы ее рассмотрим на примере чертежа трубы. Значит, такое задание. Вам сказали о форме чертеж трубы. И есть одно ограничивающее требование. Это формат А4. Кстати, вот этот формат А4, штамп, он у меня стандартный. Я его взял из стандартных, которые уже установлены после программы SolidWorks. Вот вы ее установили и можете пользоваться. Но об этом мы поговорим чуть-чуть, наверное, в следующем видео. Значит, начинаем оформлять чертеж. Значит, нажимаем вот на этой боковой панели, вот эту вот вкладку, View Palette. И выбираем вид, который мы хотим здесь разместить. Это будет Ride. И первое, с чем мы с вами сталкиваемся, это что труба-то у нас как раз и не лезет на наш А4 формат. Мы можем, конечно, здесь поменять масштаб. Делается это следующим образом. Нажимаете здесь правой кнопкой, именно вот на этой щит, правой кнопкой. И, допустим, два. Здесь обязательно поставьте First Angle. Apply Changes и нажимаете ОК. Видите, что здесь изменился масштаб. Здесь проверяем, что, нажав на этот вид, здесь тоже должно быть Use Sheet Scale. То есть, у нас вот этот наш деталь, вот вид нашей детали тоже приобрел масштаб 1 к 2. Но мы видим, что все равно ничего особо не изменилось, поэтому применяем как раз вот этот вот Break View. И первое, что мы с вами видим, что Break View сильно не вписывается в наши такие параметры, да, там, как говорится, в наше оформление чертежа, что очень большие вот эти вот, скажем так, линии слишком продлены. Ну и, конечно, они еще штрихованные такие вот, получается. Как это исправлять? Недавно у меня был на работе такой случай, что надо было это исправить, и я не смог сразу найти ответ. Но, посидев, подумав, я его нашел. Но первым, что мы сейчас делаем, мы изменим стиль вот этих вот линий. Делается это следующим образом. Переходите в Options. Переходите именно в Document Properties. И здесь ищите в пункт Line Fonts. И здесь выбираете Break Lines. И поставите Solid. Вот, они уже стали такими. Следующее, что надо сделать, это их сделать покороче. Заходите, опять же, Options. Document Properties. И вот здесь вот Detailing. Ставите Extension не 30, но у вас, конечно, может быть, стоит меньшее число, либо совершенно другое число. Вот у меня почему-то сейчас стоит 30. Но я поставлю один, например, и посмотрим, что получится. Вроде бы ничего не изменилось, но нажав здесь на вот этот Rebuild, или на клавиатуре Ctrl-Q. Вот она стала таким вот красивым видом. Теперь пробуем разместить это на чертеже, в поле штампа. Да, классно. Теперь давайте еще сделаем такую операцию, используем как Break Out Section. И это вырыв детали, по-русски называется. Очертим контур нашей детали. Почему такими линиями он нарисовал, я не знаю. Выберем вот эту вот грань и смотрим. Да, мы получили, как говорится, что находится внутри нашей трубы. Давайте исправим штриховку. Штриховка исправляется следующим образом. Вы подводите к этому элементу и видите, что появился такой значок. Ну, такой же, как здесь. Здесь выбираете из стандарта, допустим, ISO, Steel. И здесь, например, 1.5 ставите. Здесь то же самое. Почему сейчас стоит такая штриховка? Потому что выбран материал изначально по... Если мы сейчас перейдем в трубу, то вот видите, выбран сейчас материал у меня Loi Steel. То есть, SolidWork подхватывает штриховку вот из этого металла. Давайте сделаем размеры. Значит, можно нажать на клавиатуре кнопку S и выбрать размеры. 140 давайте напишем со звёздочкой. Полщину стенки. Вот, обвинем. Тоже сделаем со звёздочкой. А габаритный наш размер... Обратите внимание, что даже применив вот этот Vy с разрывом, то размер остаётся тот же самый, который на модели. То есть, нигде ничего, никуда не уходит. 150... 1500. И давайте здесь сделаем размер с допуском. Например, минус 1. Если вы хотите там поставить, чтобы было буквенное обозначение на этот размер, то выбирайте Fit Width Tolerance. И здесь, допустим, по системе вала выбирайте H16. Допустим, минус 7 мм. Ну, давайте H13 сделаем. Или H10, например. Ну, H10 мало. Ну, давайте, допустим, так пускай будет. И можно поставить скобки. Да, выбирайте варианты. Если вы видите, что цвет вот этих линий размеров серый, то нажав на этот размер, можно перейти в слои и выбрать другой. Вот он станет таким вот. По отображению вот этих вот символов, да, так называемых, размерных, за это отвечает вот этот вот момент. Драфтинг стандарт. Здесь можете менять. Есть по умолчанию в SolidWorks уже вшиты, скажем так, эти стандарты. Но, в принципе, каждый подстраивает по своём. Вот я сейчас выбрал такие. Возможно, не совсем они красивые, корректные. Но вот что есть. Размер для справок. И ещё один момент, который я хотел бы вам показать. Давайте поставим шероховатость этих торцов. Шероховатость у нас находится на вкладке Notations, Surface. Вот, и здесь, ну, например, давайте напишем RZ180. С этой стороны здесь будет у нас RZ. Давайте чуть-чуть подтянем, чтобы было больше места. И с этой стороны, если вы также выберете, то получится следующее. RZ, например, RZ180. Не совсем корректное отображение. Поэтому надо будет сделать как выноску на такой полке. Вот таким вот образом. Если с этой стороны, то полка делается правильно. Если со стороны правой, то, к сожалению, получается такая ситуация. Как делаю я? Я, может быть, делаю по-колхозному. Ну, я просто дочерчиваю линию. Если у вас, конечно, там очень жестокий норма контроль, то ищите, конечно, свои варианты, как вы это сделаете. В ближайших видео я тоже постараюсь ответить на этот вопрос. И здесь, получается, вы подкручиваете и соединяете эти линии. Ну, при распечатке я не думаю, что там сильно кто-то будет следить, когда вас докапываться. Но все равно. Куда еще с размером? Да, такое бывает. Ну, как-то так давайте оставим. И еще один такой хочется добавить в сегодня момент. Давайте сделаем геометрическое отклонение вот к этим торцам. Значит, переходим в раздел Annotations. Здесь есть у нас геометрическая вот эта вот Tolerance. Изначально просто ставим вот этот вот символ. И здесь выбираем. Я, допустим, хочу сделать параллельность. И здесь пишем число, например, 2. Выбираем вот этот вот момент. Multi-Joke Leader. Вот. И следующим моментом нажимаем здесь и держим Ctrl. Вот сюда перетягиваем. И эта стрелочка получается с этой стороны тоже. Значит, следующим образом. Теперь как мы соединим вот эту линию с этой линией. Ну, можно, конечно, так тоже сделать, но это будет неправильно. Поэтому тянем до какого-то определенного момента, расстояния. Здесь нажимаем правой кнопкой. И здесь есть такая штука, как Add Join Point. Появляется точка, в которой можно изменить направление. Ну, а дальше просто уже все зависит от вашей аккуратности. Как вы выставите эти линии? Add Join Point. Поставили. Здесь. Открутили наверх. Здесь видим, что надо сделать поровнее. И с одной стороны надо поменять вот эту вот стрелочку на другую. Подходим к ней. Нажимаем на нее. Вот здесь вот правой кнопкой и меняем. Вот таким вот образом можно применить вот эти операции, как Break View, Break Out Section. И геометрическую точность. Надеюсь, данное видео вам было полезно. Вы что-то из него почерпнули. Да, здесь, кстати, почему у меня автоматически заполнилась масса, потому что есть взаимосвязь деталей и штампа. Но об этом мы тоже поговорим как-то. Единственное, здесь хочу сказать, что... Здесь не должна быть точка, а здесь должна быть запятая. Следующим образом это можно исправить. Поставить просто запятую. И перенести ее как-то здесь. Ну вот что-то похожее такое получается. Сохраняете и печатаете. На этом все. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok